Легенда, легенда, загадки, 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 история, история, изнифы, изнифы, факты, 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 квадари, квадари. Неизвестное об известном. Дотоверил те вчера и сегодня свидетели времен палеолита, откровения тату-мастера и что об этом думают врачи. И снова здравствуйте. Вы думаете, наше путешествие из-за всех ограничений и запретов подошло к концу? Оно продолжается. Ведь есть темы общие для всех времен, стран и возрастов. Одна из них – татуировки или тату. Их история уходит в глубину веков. И тем не менее имеет горячих противников и поклонников сегодня. Вот как раз о феномене этого загадочного явления нам и хотелось сегодня поговорить. Одни относят татуаж к ритуалам, другие к традиции, третий к искусству. Тату можно обнаружить и на античных фресках, и на фото знаменитых спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Кстати, для них они стали своего рода визитными карточками, не говоря уже о руках, ногах и торсах, а то и лицах наших современников. Говорят, что история происхождения татуировки уходит корнями чуть ли не во времена палеолита. Во всяком случае, это подтверждает уникальные находки и исследованию ученых. Помните сенсацию с ледяной мумией Энсы, которым больше 5000 лет? Ее ведь нашли в Эстальских Альпах около Тироля. На теле этого древнего альпийского пастуха, кстати, неплохо сохранившегося под толчь льда, было обнаружено 57 татуировок. По предположениям ученых, одни из них обозначали переход от юношества к взрослой жизни, другие предохраняли его от недугов. Примерно в то же время, но на другом конце земли, в Горном Алтае, ученые нашли захоронение принцессы Укока в кургане Акалах. На ее теле было обнаружено множество татуировок, что говорило о ее принадлежности к высшим слоям общества. Много уникальных находок было сделано на территории современного Ирака, не говоря о Древнем Египте. Правда, там татуаж был приоритетом фараонов и прочей знати, о чем сегодня свидетельствуют мумии, лежащие в пирамидах. Роспись на их телах датируется аж четвертым тысячелетиям до нашей эры. И это не единственное подтверждение. В ту же эпоху неолита появляются славянские татуировки. Среди языческих племен были популярны тогда геометрические фигуры, своеобразные атрибуты религии или мистических ритуалов. Однако само слово «тату» появилось значительно позже. Исторические сведения мы имеем самое раннее, с XVI века, со второй половины XVI века, когда европейские, а конкретно испанские миссионеры описали их, например, на Филиппинах, где они пытались распространить христианство и сделали зарисовки этих татуировок. Такие же зарисовки были сделаны на островах Океании, в Полинезии, в Новой Гвинеи и на островах Филиппинского архипелага. Хотя почти все мировые религии были против татуировок. Во всяком случае, христианство, ислам, буддизм и индуизм. Татуировка ясна, что появилась много раньше XVI века, когда она описана в исторических источниках. С одной стороны, мы считаем, что это вроде как украшение человеческого тела. Но на самом деле, я думаю, что украшательство всегда было характерным человеку. Он всегда пытался себя сделать лучше, чем он есть, или сделать себя красивее других, для того, чтобы отличиться. Это, мне кажется, вполне по-человечески. Но было и другое. А это другая магия. А магия – это покрыть свое тело изображениями, которые имеют магическую силу. А задача вот этой магии – отвратить злой глаз, отвратить нападение злых духов и всякой другой невидимой и человеческой, и потусторонней нечисти. Мне как-то приходилось встретиться на Филиппинах, на острове Лузон, в северном Лузоне. Одну женщину из племени Канканай с татуировкой на руках. Ну, я завел разговор с ней, опросил разрешение ее сфотографировать, что я сделал, и объяснить, что за татуировка. А эта татуировка на руках, оказывается, унаследована от ее мужа. И это означает, а там было четыре таких одинаковых рисунка, похожие на четыре таких косых лепестка. Это означает, что ее муж похитил четырой человеческой головы. И у Канканай, имеется, я не гарантирую насчет сегодняшнего дня, но еще сравнительно, доисторика сравнительно недавно, в годы Второй мировой войны, это еще вполне практиковалось, что юноша не имеет права жениться, пока он не срубил чужую голову, и не принес ее в племя. И тогда устраивается в племени соответствующие танцы, женщины готовят праздничный ужин, и происходит, значит, такое торжественное действие, которое отмечает вот этот случай. Зачем голову, значит, нужно отрезать? Ну, во-первых, кому отрезать? Я упомянул Вторую мировую войну. Это время, когда Филиппины были оккупированы японскими войсками. И вот эта традиция пожила, и резали голову японцам. И эта японская голова, ну, и любая другая, значит, таким образом, отрезанная голова сушилась, и она тогда, после длительной сушки, она становится маленькая, как кулачок. И такую голову, значит, носят, привязанной к надбедренной повязке. Когда уже власти вмешались и запретили это делать, тогда эти головы просто прятали в джунглях, в каком-то потаенном месте, и считалось, что дух, живущий в этой голове, тебя охраняет. И таким образом у этой женщины, у которой были четыре татуировки, знаменующих, что ее муж, она имеет право, становясь женой, она имеет право переносить эту татуировку на себя, то есть скопировать. А у мужа тоже такая татуировка. Значит, это означает, что четыре духа являются его рабами, и они охраняют его от других похитителей голов, и в этом смысл в этой татуировке. Конечно, татуировку охраняли и от невидимых духов, но и от таких вот нападений. Вот так считалось. Как это было в реальности, это уже другой вопрос. Вы думаете, магия осталась в прошлом? Как бы не так. Многие до сих пор накалывают определенные символы или руны, желая изменить судьбу или желая поймать удачу за хвост. Ну, другой вопрос, насколько это удается? Татуировка, конечно, откладывает отпечаток. И, ну, судьбу не судьбу, но на сознание точно. Сто процентно. Это я наблюдал очень долго за людьми, и это все заметно. Каким образом татуировка влияет на человека, иногда кардинальным образом, да. Да, потому что бывает приходят люди и говорят, вот, ты знаешь, мне такое дело, что-то мне не прет. Да, как-то мне. Хочу, чтобы перло. Можно такую татуировочку сделать, чтобы перло? Конечно, можно. Но тут нужно, нужно обладать знанием, да, что поспособствует развитию человека. И, ну, соответственно, подбирается что-то там под его тип, под его тип мышления, под его тип, ну, как бы, его направление, его жизни, что ли. Ну, куда вот он хочет направить свою жизнь, соответственно, подбирается и татуировочка. Многие, да, кто там, человек вот сделал татуировку, да, там, ну, такую священного характера, говорит, слушай, говорит, потом пришел на следующий, говорит, давай, говорит, еще одну, говорит, мне, говорит, так поперло, так поперло, говорит, что-то, говорит, пить перестал, говорит, там, то все, там, курить перестал после этой татуировки, там, так очень, говорит, благотворно повлияло, ну, там, человек творческий, Он говорит, давай мне такую татуировку, чтобы мне сейчас новый виток творчества, чтобы мне это способствовало. Давай наколем вот такое-то и такое-то. Пожалуйста. Да, и все, и летит себе в творчестве, в своем замечательной татуировке. Его в этом поддерживает. И так же сама может и негативно татуировка влиять, если она какая-нибудь деструктивная, или не туда наколота. Даже так? Да, конечно, даже так. Это же как символы, символика, образы. И у них есть определенная, ну как, закон, определенная структура, по которой они действуют. Есть определенная система. вот. Есть разные интересные знаки, да, те же самые руны. Это может магические символы, да, то есть они, это не просто черточки. Да, в них определенная сила кроется. Вот. И просто лепить их бездумно, это очень плохо может отразиться на человеке. Потому что руны вообще сами по себе капризные такие штуки, а у них есть срок действия, да. Потом после окончания срока действия они могут по-другому действовать. Даже так? Даже так, конечно, можно там, допустим, неправильно ее наколоть, скажем, руну, и она будет действовать обратным образом. У рун есть прямое значение и перевернутое, да, если мы о рунах будем говорить. И некоторые места на теле человека, они, как сказать, не сразу понятно, это прямое или перевернутое положение. Да, вот скажем, на руке вот человек, да. Обычно где-нибудь, ну, скажем, вот здесь вот человек себе что-то или пишет, да, или картинку какую-то делает, да, или вот здесь, скажем, да, на предплечье, скажем. Делает себе руну и делает он ее лицом к себе, то есть вот он на ней смотрит и вот так вот, как он ее видит. говорит, хочу, чтобы вот так вот мне ее читалось. А она в этот момент на самом деле перевернутая, потому что человек в нормальном положении, да, она не опустил руку, да, она в естественном положении, а у нее получается перевернутое значение, да, и она может воздействовать как бы отрицательно. Вот был недавно даже случай, какое-то время назад, человек пришел, говорит, у меня, говорит, вот руны, говорит, накололи. Но мне их накололи неправильно, человек там что-то перепутал и в зеркальном отражении их наколол. Говорит, что ты, говорит, вообще, вся жизнь, говорит, как курком идет. Говорит, можешь мне переделать, пожалуйста, переколоть в нормальное состояние. Ну вот перекололи, ну вроде нормально все. Так что с рунами очень надо быть, ну вообще со всякого дела магией, как бы не зная, лучше не связывать. Есть люди, которые серьезно этим занимаются, и вот те, которые серьезно занимаются, они знают, что их лучше не накалывать, а рисовать, да, потому что тебе, допустим, на данный момент тебе нужны вот эти руны, комбинация, да, и ты, ну вот человек себе скомбинировал, ну это знающий человек, да, нарисовал. Кое-то время они поработали, все, стер, следующая комбинация пошла, рекомендуют рисовать, не накалывать. А ведь это тоже пришло из глубины веков, запреты запретами, но люди всегда находили пути, как их обойти. На острове Ява развелось, ну и в ближайших островах развелось другое, туда пришел индуизм, вот эти магические знаки стали наносить на ткань, которую носили вокруг бедер, в качестве набедренной повязки, такая длинная ткань, называется она каин, вокруг бедер обвязывает и она имеет точности такое же магическое значение, как татуировка на теле. Но татуировка на теле более не стала делаться, зато вот эта ткань, ну она делается ботиковой техникой, значит обвязывает вокруг бедер, например, набожные мусульмане, когда они идут в мечеть. Порой убеждаешься, что все события на самом деле идут по спирали, что все взаимосвязано, тесно переплетается, а сегодняшние приоритеты уходят корнями в глубокое прошлое и выбор их не случайен. Деятельность, татуировка, она обязательно связана с какими-то там скифами или еще, вот эти вот фактические имена, да, то есть, допустим, поклоняются они какому-то божеству, да, то есть, вот кто пополняется божеству, тот ритуально наносит себе какие-то символы, связанные с этим божеством, чтобы о нем помнить. Охотники, они там, соответственно, делают себе рисунок такой, который им поможет, это не дух охоты, чтобы зверь сам шел в парк, чтобы его охотничать. Шаманы, естественно, у них свои шаманские татуировки, да, то есть, связь с духами определенная, да, то есть, они все символы этих духов накалывают. Они, если там, ну, опять же, те же, те же маори, если нельзя, да, то есть, они, опять же, да, то есть, у них тоже там татуировки, это как посвящение определенный, определенный статус. То есть, нельзя просто все взять и там, и на это нацепить что угодно. Нет, там только то, что можно, скажем там, в Японии, да, то есть, это там, якудза, да, опять же, тут криминальная тема, да, ну, или самураи там как-то сидели, и тоже там, как-то, это рам какой-то, какой-то уровень показывала, или те там, да, те же татуировки, даже до сих пор. В Японии, там, допустим, вот, если Гера там в баню пришел, его в баню не пустили вообще. Я человек чуждый стереотипов, но в то же время не поклонница татуажа. Кожу все-таки жалко. Но, однако, любопытно, что толкает людей стать ходячей художественной галереей? Свою первую татуировку я сделала в 1987 году, лежа на кастрюлях с картошкой, на кухне, и вот здесь вот крестик мы калори. А здесь мы делали какую-то фигню на пузе, я даже не буду говорить, что, какой-то кошмар до сих пор у меня. И почему? Да за компанию. Все делали. Я пришел такой молодой, познакомился с ребятами, сдружились, и тоже за компанию стал делать. Причем я делал им тоже, я. Понимаешь? А не мне, а друг другу делали. Вот свои первые татуировки какие-то корявые я сделал там. Потом уже вот эти вот руки, пол, вот руки почти полностью, я сделал относительно недавно, в шестнадцатом году. Мне уже было сорок, по-моему, шесть или сорок семь лет. И что меня дернуло? Какой-то псих, эмоциональный подъем, такой минутный, секундный. Я решил сделать себе татуировки, вот просто как купить какую-то битловочку, рубашечку, я решил поменять свои руки. Ну вот так. Смысла философского в этом я вообще никакого не вкладываю. В свои эти вот черепа, розочки, никакого смысла нет. Мне просто нравится сама фактура, вот и все. Вот если бы сейчас мне предложили, бесплатно или доделываю свое тело, или у тебя вот так исчезают все татуировки. Я бы, наверное, выбрал второе. Вот так, чтобы они исчезли. Как они появились у меня тогда вот, эмоциональный подъем. Хочу, чтобы так же они исчезли, как надоевшая рубашка. Но этих вариантов у меня уже нет, поэтому я буду идти до конца доделывать их. Доделывать. Страдать буду и делать татуировки. Первым толчком послужило для того, чтобы сделать какой-то рисунок. Это было в очень раннем возрасте. Просто желание, наверное, выделиться. И на самом деле тогда открывались первые тату-салоны, и, если честно, первая татуировка была... На тот момент правил вообще не существовало. Потом они появились, что без присутствия родителей можно делать только с 18 лет или что-то в этом роде. Мне сделали первую татуировку, когда мне было 14 или 15, что-то в этом роде. А дальше, в принципе... Это первая, она уже давно закрыта, ее нет. И, собственно... Что значит для меня мои татуировки? Каждое что-то значит. Наверное, в каждую татуировку внесен какой-то смысл. Конкретно для меня или для моих близких, которые знают об этом, что она значит. Но на более широкую публику, наверное, я не считаю нужным это вещать. Ну, поскольку это действительно все-таки в каком-то плане довольно личный вопрос. Конечно, красиво. Бесспорно впечатляет. Но, что примечательно, сам Миран обходится без татуировок и выражает свое внутреннее кредо по-другому. Столько всего еще в мире интересного. Вот. Поэтому мне изобразительного искусства в плане татуировок я себя полностью удовлетворяю изобразительным искусством татуировками. К татуировкам можно иметь разное отношение. Одни считают их произведением искусства. Другие данью моде. Третьи относятся к ним с негодованием. А вот что интересно на эту тему думают врачи? Мы не случайно пригласили для этого врача-кинезиолога. Ведь прикладная кинезиология – это наука о мышечном движении во всех его проявлениях. Врач выявляет причину проблем и выбирает оптимальное решение. За какую ниточку надо потянуть, чтобы развязать весь узел? Ведь спектр проблем, которые решает кинезиология, огромен. Это структурные проблемы, биохимические проблемы и эмоциональные проблемы. Чаще всего, конечно, приходится сталкиваться с структурными проблемами. Это травмы, послеоперационные какие-то проблемы, осложнения боли в спине, шеи. В основе лежит мануально-мышечное тестирование. То есть мы смотрим силу мышцы. Каждая мышца имеет какую-то свою ассоциацию. Она может быть ассоциирована с органом. То есть и по слабости определенные мышцы мы можем заподозрить заболевание какого-то органа. И через восстановление мышечного рефлекса и усиление мышцы мы можем определить, что мы человеку подобрали корректное лечение. Татуировка, она примерно как травма. Она создает патологию в организме. Поэтому, когда она наносится, чаще всего создается какая-то патология в организме. Почему эта травма? Потому что татуировка производится иголочкой. И создается очень-очень много повреждений рецепторов. И часто это рецепторы острой боли. Поэтому с эстетической стороны это вроде красиво. Но то, что касательно здоровья, то создается какая-то дисфункция, которую надо находить и убирать, чтобы она в дальнейшем не привела к каким-то более тяжелым последствиям. Давайте возьмем, у нас есть пациент, у которого есть множество татуировок. Не в каждом месте и не каждая татуировка создаст какие-то дисфункции. Но вот мы посмотрели, вот тут на руке, он сам сказал, что это было самое болезненное место при нанесении татуировки. Посмотрим, как его мышцы сопротивляются. Даем рукой вверх. Его мышца совсем слабая. То есть это дельтовидная мышца. Даем рукой вверх. Вот здесь она держит. И даем рукой внутрь. Это большая грудная мышца. Тут она тоже не держит. Посмотрим большую грудную мышцу с другой стороны. Даем рукой внутрь на меня. Здесь она очень сильная. Даем вверх. Тут очень сильная. Даем вверх. И тут очень сильная. Но скорее всего, что это будет компенсаторная сторона. И скорее всего, что она будет в гипертонусе. Для того, чтобы исключить гипертонус или подтвердить, мы показываем человеку две параллельные линии. В норме на параллельной линии, если мышца нормотоничная, она ослабляется. Поэтому держим руку, смотрим на линии. Даем вверх. Даем, даем. О, нормотоничная. Не в гипертонусе. Посмотрим тогда... Чуть-чуть сюда. Посмотрим тогда вот эту дельту. Даем вверх. Вверх. Даем, даем, даем. Даем. Нет, тут тоже не в гипертонусе. Уже перешло в нормальное состояние. Вот. Ну, было это в гипертонусе. Хорошо. Тогда посмотрим, что поменяется с этой рукой, если мы... То есть, тут есть повышенный сигнал, который идет в головной мозг. Головной мозг видит, что здесь есть нарушение. Вот. И выключает эту мышцу, чтобы избавиться от травмы. Кстати, если травма наносится сюда, да, организм пытается отдернуть руку, да, от травмы. То есть, вот эта вот сторона будет слабая, да, скорее всего, что... А другая сторона будет переходить в состояние гипертонуса. Давайте посмотрим, как она будет влиять на наше тело. Ручки вот так вот. Спинку прогните. А сейчас посмотрим косую мышцу живота. Давим плечом на меня. Нет, не разворачиваемся. А вот так вот по диагонали давим. Ну, видите, она не держит. Вот. Давайте теперь проведем диагностику. То есть, делаем двойной стимул. Если это первичная проблема, держите, давите вверх, то мышца в норме становится слабая. Вот она и стала, да? Нормотоничная мышца. Теперь давайте посмотрим, переведем это в базовое состояние. То есть, если это первичная проблема, то ранее слабые мышцы станут сильными. То есть, мы производим раздражение рецептора острой боли и сухожильный рефлекс. И смотрим, что у нас поменялось. Держите. Давите вверх. Рука стала очень сильная. Держите внутрь. Давите внутрь. Здесь тоже. Ручки так. Посмотрим косую мышцу живота. Прогнитесь. Не спешите, не спешите. Давите. Ну вот. И тут он тоже стал очень сильный. То есть, проблема может быть здесь, да? А отзываться она может и ниже и выше. Тут уже кому как повезет. Кстати, давайте еще посмотрим ногу. Держите. Давите вверх. Видите, она очень сильная. Да? Сейчас выведем его из базового состояния. Вернем опять состояние болезни, скажем так. Давите вверх. И она стала слабая. Ну и вот рука тоже самое. Давите вверх. Тут даже напрягаться не надо. Да все. Давите вверх. Становится слабым. Ну давайте теперь попробуем это все полечить. Глазки ровно. Для этого создадим двойной стимул. И посмотрим. Давите вверх. Рука становится эта слабая. Да? Посмотрим, что скомпенсирует. Нет. Так же держите. Давите вверх. То есть, у нас в дисфункции находится рецептор острой боли. Компенсирует рецептор тупой боли. Теперь нам надо найти, где находится рецептор тупой боли. Делаем двойной стимул. Давим вверх. Нет. Не попали. Давите вверх. Угу. Давите вверх. Нет. Давите. Ну вот. Руку. И теперь раздражаем. Два рецептора одновременно. И сухожильный рефлекс. Ну вот. Теперь колем и смотрим, что поменяется. Давите вверх. Уже колем. Видите, рука остается сильная. Давите вверх. Уже. Ручки так. Спинку прогните. Ровненько. На меня плечиком давите. Тут сила. Ровно. Руки опускайте. Вот сюда. Бедро вверх. Даем. Ну вот. Бедро, которое было сильное, теперь тоже было слабое, стало сильным. Поэтому после травм, шрамов, пирсингов и так далее, желательно обращаться к кинезиологам, которые смогут убрать у вас вот такие вот дисфункции, чтобы потом это не закончилось какими-нибудь грыжами, артрозами, протрузиями где-то в другом месте организма. Дорогие друзья, продолжаем наши занятия по айурведе. Айурведы – это не только наука о лечебных травах, но и особым образом приготовленных минералах. На наших прошлых видео мы разобрали несколько средств из кальция – особых препаратов, сделанных из различных форм раковин. Но кроме простых минералов, айурведы также используют металлы. Около 8 видов металлов используются в айурведе. И наиболее понятный для западного зрителя металл – это железо. Если кальций, он укрепляет кости, но мы знаем, что еще и слизистую, то железо является ведущим средством для крови, но еще и для зрения и печени. Методика изготовления средств из железа уникальна. Листочки железа, отбитые на наковальне, обрабатываются отварами трифолы, раскаляются и замачиваются в виноградном уксусе, в кунжутном масле, в молоке. Таким образом, выгоняя из железа все вредные соединения и оставляя только чистое железо. Железо несколько раз нагревают до очень высокой температуры в специальных печах, после чего железо разрушает свою кристаллическую решетку и превращается в тонкий порошок. Называется этот исходный препарат Лоха-Базма или Лауха-Базма. Лауха – это железо. В настоящее время компания Pure Herbs занимается возможностями легализации Лоха-Базмы в странах Евросоюза. Использование Базмы дает очень широкие возможности. На базе Лоха-Базмы существует несколько видов препаратов. Суммарное количество препаратов на Лоха-Базме даже больше, чем препаратов на базе Смалы-Гугу. В зависимости от того, с какими травами она сочетается, она может быть использована как для улучшения работы печени, так и для улучшения зрения, так и для лечения желтухи и всевозможных проблем, связанных с анемией. Айурведа говорит, что в крови находится человеческий энтузиазм. Используйте препараты на железе, и энтузиазма будет больше. Следите за сайтом pureherbs.eu Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова